Привет! Ты на канале Машинист в Германии. Сегодня я отвечу на один из популярных вопросов. Тяжело ли учиться на машиниста в Германии? Давай с тобой посмотрим наш учебный материал. Сейчас я тебе расскажу, что мы получили в самом начале обучения, какие были книги или учебный материал. Всё покажу, расскажу, а ты уже примешь для себя решение, легко ли всё это учить. Итак, давай начнём по порядку. К примеру, вот такая книжечка выдаётся. Ручная книга, карманная книга, АПАУ-ФАУ. Здесь расписано всё, что необходимо проверяющему вагону. Такая маленькая книжечка, она водонепроницаемая, состоит из вот стольки страниц. Самое, что интересно, заучивать это всё нет смысла. Эту книжку можно использовать, её также можно использовать на экзаменах, на работе. Естественно, предварительно это нужно уточнить у экзаменатора, разрешено ли это всё использовать. Но, как правило, она для того и есть, чтобы ей пользовались. Очень интересный момент, посоветовал нам преподаватель. Мы вот здесь вот с краешку отчертили сантиметры, 6 сантиметров получается, которые помогут во время работы находить какие-то проблемы. Например, если стёртость колеса больше там скольки-то сантиметров, к примеру, да, можно замерить по вот этой части в книжке. Либо какой-то порез на вагоне, либо, я не знаю, ну какие-то проблемы, которые можно вот до 6 сантиметров, как правило, это всё у нас нормально. Если будет больше 6, понятно дело, что не стёртость колеса, там больше 6, но тем не менее. Всё очень легко находится. Допустим, вот всё, что связано с тормозами, вкладка, да. И мы можем здесь найти какие-то проблемы, связанные с тормозами. Например, там стёрта тормозная колодка. И написано, до скольки можно, чтобы была эта стёртость. В общем, всё-всё-всё расписано. И такие моменты, в принципе, знать нужно, но заучивать их не обязательно. Есть какие-то основные правила, да, которые опрашиваются на письменных экзаменах. Их, конечно же, нужно знать, но об этом обо всём будут рассказывать в школе. Ну и, как ты видишь, это всё у нас на немецком языке. Следующая немаловажная книга – это наши сигналы. Вот так вот я это всё разбил у себя, каждый сигнал по группам, чтобы было проще находить. Ну, например, какие-то сигналы, связанные с стрелками. Стрелка по-немецки – это Weichen. И, соответственно, сигналы начинаются на VN. И чтобы мне проще было найти, я просто открываю именно вот эту страницу, и всё. И у меня здесь уже все сигналы, связанные со стрелками. Опять же, повторюсь, всё на немецком языке. Поэтому вопрос, тяжело ли это учить – нет, но если знать немецкий язык. В принципе, всё описано довольно-таки простым языком, хоть и немецким, но выучить это несложно. Сама книжка состоит из вот такого количества страниц. Это самое-самое основное, что нам нужно знать. Здесь находится свод всех основных правил. Примерно до вот этой страницы. Вот такой толщины свод всех основных правил. Порядка около 1,3 нам не нужно знать, потому что это относится к системам безопасности. К примеру, это ЦС. Такую систему безопасности лично я не изучал. Да и в Германии она ещё практически нигде не находится. Её только потихоньку начинают устанавливать везде эту систему. Так что часть информации отсюда, она нам не нужна. Что здесь можно увидеть? К примеру, если у нас внепланово нужно объехать какой-то участок на маршруте, мы получаем от диспетчера, так скажем, фарплан металлинг, это называется. То есть то, каким маршрутом мы это будем объезжать. Нам продиктуют страницы из печатной книги с маршрутами. И по этим страницам мы уже будем ехать дальше, чтобы знать, где какие сигналы находятся и так далее. Соответственно, здесь расписано, как заполнять этот документ, для чего это, что это. Сейчас 21 век, конечно же, это уже устаревшая информация. Немножечко всё это у нас уже в электронном виде находится. Нам присылают это через планшеты, и всё намного проще. Но, тем не менее, такое знать надо тоже учить. Что может быть ещё? Вот наши маршруты, как это всё выглядит, скоростные режимы, где какие сигналы. В общем, всё-всё-всё, что нужно знать машинисту, всё прописано вот на таком вот небольшом кусочке бумаги, так скажем. Дальше следующая часть идёт. Это уже всё, что связано у нас с тормозами. То есть здесь у нас идёт какие проверки тормозов. Бывают очень-очень много видов проверок этих тормозов. Для чего это всё делается, как это делается, в каких условиях делается. То есть, к примеру, стоял поезд больше 24 часов или меньше 24 часов и так далее. Какие есть виды тормозов, что нужно делать в каких-то определённых ситуациях, если мы, допустим, сбросили полностью воздух со всех вагонов, имеется в виду даже из цилиндров. Какие есть у нас надписи на вагонах, связанные с тормозами. В конце у нас представлены таблицы, как нужно обезопасить поезд от самопроизвольного скатывания в разных ситуациях, да, то есть в зависимости от процентов угла наклона, в зависимости от количества времени, на котором мы оставляем эти вагоны, с локомотивом или без локомотива, с ручными тормозами, с башмаками и так далее. То есть всё здесь в этих таблицах расписано. Нужно лишь просто пальцем вести и как бы смотреть больше, меньше, влево, вправо, смотрим, ага. Так, длина там поезда больше, меньше, ага, смотрим дальше и так далее, так далее. Там по весу, то есть всё это очень-очень легко делается, всё здесь прописано. То есть опять же, по тормозам здесь не так уж много информации. Все вот эти виды проверок тормозов тоже учить не нужно, нужно знать основные, там полную проверку тормозов, сокращенную проверку тормозов. Полную проверку тормозов с отдельной проверкой всего, что там есть. Когда это всё делается, то есть всё расписано здесь. Опять же, немного, но всё на немецком языке. Вопрос, если есть знание немецкого языка, будет ли это легко учить? Мне было, в принципе, несложно, несмотря на то, что... Я не могу сказать, что знания моего немецкого языка были на супер-мега каком-то высоком уровне, но, тем не менее, сложности, конечно же, возникали, и приходилось обращаться за помощью к знакомым машинистам русскоязычного Германии. Итак, дальше у нас уже шла именно информация от школы. То есть здесь у нас уже были пояснения ко всему. Здесь везде у меня очень много листочков, где-то по 50-100 штук в каждой. То есть что у нас здесь? Основы электропоездов, системы безопасности ЛЦБ, основы введения поездов, маневрирования, тормоза. Ну вот возьмем, к примеру, папочку тормоза, посмотрим. Сразу покажу тогда, что там дальше у нас. Составление поездов, маневрирование. Снова составление поездов и маневрирование. Сигналы. ПЦБ, система безопасности. И где-то еще у меня здесь не хватает. Были также пояснения ко всем вот этим основам, которые я показал, к основным правилам вождения поездов. В общем, там тоже идет очень большая папочка. Скорее всего, она у меня где-то отдельно находится. Ну, сейчас посмотрим, к примеру, тормоза. Итак, я не буду прям рассматривать все-все-все, что там есть. Все изначально было немножечко по-другому разложено. Все это было в папках отдельно, аккуратно. Но я для себя уже это все развожу по отдельным темам, как должно быть. Ну, посмотрим, к примеру, по проверку тормозов. Вот, допустим, здесь описываются схемы движения воздуха, как это все происходит, когда мы тормозим. Здесь вот у нас непрямодействующие тормоза. Как идут, получается, прямодействующие, по другой стороне непрямодействующие. Виды кранов, какие есть тормозные. Да, но таких я лично в жизни ни разу не видел. Ну, разве что на картинках. Все цилиндры и так далее, и так далее, и так далее. Где же у нас здесь были проверки тормозов? Ну, вот, к примеру, проверки тормозов. То есть все элементарно простым языком уже описано. Если в той книге более это все технически изложено, то здесь более на понятном языке. Там человечек нарисован, да, и буковками помечено там С, допустим, цуштант состояния, Б, Брэмс цуштант, то есть мы проверяем состояние там соединения тормозного, Б, проверяем состояние тормозов, то есть приложились ли они, отложились ли и так далее. Здесь все по пунктам видно, да, то есть зеленым, соответственно, у нас тормоза отпущены. Мы проверили на последнем вагоне, стрелочка идет вперед, показывает, что потом нам надо там проверить. Красным, соответственно, где тормоза у нас приложились, мы проверяем сзади, потом проверяем на последнем там вагоне. Ну, в общем, все человеческим языком разрисовано, расписано. В принципе, тут знать немецкий язык нужно знать три каких-нибудь слова, да, там, самых важных. Брэмс цуштант, я не знаю, лёзы цуштант, ну, такие элементарные слова, которые нужны для именно вот данной тематики. И все. И по картинкам уже можно понять, что от нас требуется. Это весь учебный материал. Да, помимо этого есть, к примеру, такие же инструкции, вот как здесь было, такие же инструкции к рации, к железнодорожным переездам и так далее, и так далее. Мы эти инструкции уже не получали, потому что прям особо вникать, как работает там та же самая рация, допустим, нам не нужно. Нам нужно было знать основную информацию, основная информация вся прописана здесь. и так же вот в этих учебных материалах, которые уже пояснения идут к вот этим основным. То есть, как я уже сказал, вот это вся основная информация, которую мы получаем в начале обучения. И, собственно говоря, на основе этого мы уже учимся. Нам каждый день объясняют, мы это всё читаем, проверяем, сверяем, заучиваем. Но между всем этим ещё проходят промежуточные контрольные работы, на которых проверяют полученные знания. Ситуация складывается следующим образом. Если человек набирает меньше 50% на вот этих промежуточных экзаменах, эти промежуточные, они по сути не играют никакой роли для сдачи основных экзаменов, но школа хочет знать, получил ли ученик достаточно знаний. И если ученик набирает меньше 50%, то это проблема. К примеру, в нашей школе при наборе менее 50% нужно было идти к директору и общаться, чтобы директор понял, по какой причине ученик получил так мало знаний. Соответственно, начинается уже дальше проверка. Болел ли ученик, сколько пропускал, сколько просыпал, ходил ли на дополнительные занятия, спрашивал ли учителей помощи, обращался ли к кому-то. Если всё это делалось, и тем не менее ученик не смог набрать нужное количество баллов, ему дадут возможность повторить какие-то темы, ему уделят больше внимания. Если же выяснится, что человек постоянно просыпает, постоянно прогуливает, без уважительных причин не приходит в школу, не берёт никаких дополнительных занятий, не просит помощи, то тогда обучение может для такого ученика очень быстро закончиться. От 50 до 70 баллов это считается не сдал, но для промежуточной контрольной работы этого достаточно. На самих же экзаменах нужно набирать уже больше 70%. Набрал больше 70, 71, к примеру, экзамен сдан. Так как обучение на машиниста проходит в среднем от 9 до 15 месяцев, это очень-очень ускоренный ритм. Соответственно, задерживаться где-то и повторять по 2-3 раза одну и ту же самую тему нет возможности. Нужно успевать, нужно тоже работать в этом же ритме, нужно всё повторять дома, нужно заучивать, читать, выписывать непонятные вещи, маркировать, маркировать, как правильно будет, всё в учебниках и стараться при первой же возможности брать дополнительные занятия, оставаться после учёбы, общаться с преподавателями, просить помощи, чтобы объяснили. Если такой возможности нет, то есть я пользовался и таким способом, оставался после занятий, общался с преподавателями. Помимо этого, я находил русскоязычных машинистов в интернете, я обращался к ним за помощью, мне многие помогали. Так же, как и я этим сейчас занимаюсь, многие люди сейчас учатся здесь, в Германии, на машинистов и ежедневно пишут мне, спрашивают, расскажи про это, расскажи про то, что означает этот сигнал, а если там такая ситуация. То есть я всегда помогаю, рассказываю по мере возможностей, по мере появления времени. Так же и я в своё время получал эту помощь. То есть нужно что-то делать, нужно предпринимать какие-то действия, не останавливаться, не думать, что вот у меня не получается, всё, буду бросать, уезжать обратно. То есть нужно идти дальше, стремиться к цели. И опять вопрос, есть ли эта цель? Если цель стоит, то нужно к ней двигаться. Если цель не поставлена, то естественно, будет что-то не получаться, будут опускаться руки, и всё. Просто сказать, легко ли учиться на машиниста в Германии, я не могу. У всех разные способности. Кто-то учит быстрее, кто-то учит медленнее, кому-то нужно больше, не знаю, к примеру, читать или больше воспринимать это всё практически. У нас, допустим, в группе было очень много людей, которые воспринимали практические знания просто в лёд. Были те, которые теоретически и понимали, но на практике не могли этого ничего сделать. И абсолютно так же те, кто практически всё понимали, приходили писать экзамен, они не сдавали, хотя на практике у них всё вообще отлично получалось. Есть такие категории людей, есть категории людей, у которых всё получается и идёт в лёгкую. Поэтому ответить на этот вопрос легко ли я не могу. Это каждый должен уже сам для себя понять. И в первую очередь, конечно же, всё зависит от немецкого языка. Немецкий язык очень важен. Здесь очень много технических слов, здесь очень много сложных слов, здесь всё написано и подготовлено для немцев, немецкоговорящих людей. И, соответственно, когда приезжает иностранец, начинает читать этот текст, конечно же, это будет сложно. Абсолютно так же, как немец приедет в Россию, выучит начальный уровень языка, сможет спросить, как ему куда-то пройти, как купить билет в метро или в магазине что-то купить. И ему дадут какую-то книжку, скажут, вот, на, читай. Я больше чем уверен, что 90% из этого он не поймёт. Поэтому язык нужно более углублённо изучать, дать акцент именно на немецкий язык и только потом переезжать в Германию и начинать обучение, потому что времени на раскачку особо не будет. Да, некоторые школы предоставляют первые 2-3 недели на изучение немецкого языка, связанного именно с профессией машиниста, то есть именно с железной дорогой. Но что можно выучить за 3 недели? По сути, ничего. Поэтому нужно заранее уже приезжать с большой базой данных именно стандартных немецких слов и потом вот эти 2-3 недели доучиваться до профессионального железнодорожного языка. В общем, надеюсь, это короткое видео смогло тебе помочь немножечко понять, как проходит здесь обучение, именно в плане сложности, какой у нас учебный материал, тяжело ли это всё учить. Но, тем не менее, если у тебя есть вопросы, как и всегда, оставляй их под этим видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и до следующих выпусков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok